Ребята, раньше я вам уже рассказывала про горящий кэшбэк от Letyshops. Раньше я всегда дожидалась повышения, чтобы побольше сэкономить. Но теперь мои друзья из Letyshops запустили просто невероятное предложение. Горящий кэшбэк будет не только в одном тематическом магазине, а сразу в девяти. Ля Редуд, Юкс Ру, Золотое Яблоко, Сифара Ру и других. И везде горящий кэшбэк. Теперь не нужно ограничиваться одним местом. Можно собрать лук с каждого магазина. Причем с ними можно сэкономить до 40% от суммы покупки. Расскажу поподробнее. С 28 по 30 июля в девяти магазинах действует горящий кэшбэк, увеличенный от 3 до 5 раз. Работает это просто. Если бы с обычным кэшбэком вы вернули бы 200 рублей, то с горящим 600 или даже 1000. Получить повышение очень легко. Нужно зарегистрироваться в Letyshops или скачать приложение. Перейти в один из представленных тематических магазинов и оформить покупку. Кэшбэк вернется на баланс, а вы сможете вывести средства на карту или мобильный счет. Эти же деньги можно потратить на новые туфли или сумочку. Регистрируйтесь или скачивайте приложение Letyshops по ссылке в описании и экономьте ваши же деньги. Привет, ребята! Новый влог с дачей. Надеюсь, он получится супер насыщенным, супер классным, супер ультрамодным. Если у меня не сядет камера. Короче, мои хорошие, мы сейчас со Славой едем на дачу. Не желаете мороженого? Сегодня у меня был сложный день, потому что я проснулась в хорошем настроении. Ну, как в хорошем? Во-первых, мне приснился какой-то сон, как будто бы я в голодных играх. Мне это уже сразу не понравилось. Меня там заставили раздеться до гола, дали мне какую-то одежду. Мне нужно было куда-то залезть, чтобы достать какие-то снаряжения. Как там называется сериал, который мы новый смотрим? Дом с прислугой? Нет, спасибо, что ответил. В общем, мы смотрим новый сериал, называется Дом с прислугой. Стрёмный, если честно, психологически такой странный, потому что там про женщину. Я не буду говорить, что стало с ребёнком, чтобы не спойлерить, но в общем... Ты уже заспойлеришь, что там что-то с ребёнком? Ну, разумеется. Это уже спойлер. Ну, это в трейлере понятно. Может, они бы не смотрели трейлеры, но включили бы и даже не знали, что там про ребёнка. Нет, так никто не делает нормальные. Это кино ещё можно не посмотреть, трейлеры, сериал. Я сегодня злая, как собака, потому что сейчас, я не знаю сколько, 7 часов, а мы только едем на дачу. Мне это уже достало. Короче, мы очень долго выходили из дома, потому что обоим надо загрузить видео на YouTube, а потом этот YouTube пока обработает это видео. Ну, короче, столько часов, просто, я не знаю. Потом я хотела сделать себе косички, потому что у меня опять грязная башка. Казалось бы, зачем я делюсь такими подробностями мерзкими, но меня это просто достало. Я не знаю, что с этим делать. Я вчера помыла голову. Раньше у меня такого не было. Чего ты смеёшься, Зай? Вспомнилась шутка, грязная башка, дай пирожка. Короче. А у меня вышла новая реакция на канале, поэтому переходите, смотрите. А какое-то другое словцо ты можешь закинуть? Что, на твоём канале? Да. Всем привет, меня зовут Слава Басю. Мы едем на дачу. У нас всё хорошо, мы влюблены. Говори за себя, я зла. У нас всё прекрасно, всё отлично. Дай, Зай, я только начала говорить, ты прическу. Дай, Зай, дай, Зай, дай. Я очень зла, я не знаю, как будто бы у меня сейчас будут второй раз месячный. Что ты делаешь, а? В общем, недавно у меня закончились эти дни. Может быть, я беременна, Зай? Мы беременны. Он вдруг не беременен. Да у тебя просто кукушка иногда съезжает. Ну, я тебя так люблю, даже когда ты вредная такая. Кукушка, пропой. Ты солнце моё. Сгляни на меня. Мы его смотрим. Там два сезона точно есть, потому что мы уже смотрим второй сезон. Интересность затягивает скотобаза. Кошмар. Из-за этого мы поздно ложимся спать, потому что Ай, Лан, давай ещё одну, Ай, Лан, давай ещё одну. Ну всё, это последняя. Но вы знаете, как это работает обычно. Стоим поздно. Сегодня мы встали тоже поздно. Что-то около двух. У меня были будильники, но я их все, конечно, выключала. Мне вообще не до этого было. Ну, хотя бы если бы мы в четыре вышли, было бы не так плохо. А мы вышли, мне кажется, часов в шесть. Короче, ну ладно, может и не в шесть, но я просто расстроена, потому что я понимала, что надо ещё заехать. Да продуктами, пожарить шашлыки на даче, потусить, погулять. А в итоге что мы сейчас успеем? Мы приедем в восемь сраных часов вечера. Мы успеем там поспать. Охеренно. Я спать и дома могу. Я расстроена, потому что мне хотелось побольше времени провести на даче. Так бывает. Мы останемся на ночь, но завтра нам нужно будет уехать, потому что, во-первых, у Славы работа, у меня дела. И мы просто в своём плотном, плотнейшем, забитом графике нашли... Мы вчера ночью вообще решили, типа, а поехали, а поехали. Спонтанно. Да, никто не говорил, что нужно наладить режим, прежде чем придумывать такие движухи. Ну, в общем, пока зашли в магазин, купили мясо, огурцы, помидоры, картошку я ещё взяла, между прочим, сытакой, сирсикой, лаваш, винище. Единственное, что никаких лимонадов не взяли, ни одного лимонада. И ещё угли не купили. И уголь. Купим уголь уже на подъезде. Вот, мы ещё будем куда-то заезжать, тратить время, понимаете? Пять минут. Не будь такой злюкой. Знаете, что Слава вынудил меня сделать? Вот здесь тату на... Бабочку. Бабочку, да. Над жопкой. На... Как это называется место? Копчик. Копчик. Вот, вылетел из головы. Копчик. Вчера к нам приходила в гости мама Славы. Мы очень много болтали. Сначала мы сидели, записывали по именам всех наших гостей, чтобы чёткий список был, потому что нам нужно этот список отправить нашим организаторам, так как они будут заказывать в типографии такие классные таблички, которые мы будем ставить на тарелку каждому гостю с их именем, потому что для нас очень важна рассадка. Вячеслав Иванович, уважаемый. Много уважаемый. А у меня вот нет ботокса, видите? Да, ты у меня и так красивый. Мужик. Кстати, очень интересная часть здесь мышцы лица. Я вот недавно лекцию смотрел одной очень интересной... Барышней. Барышней, да. Не знаю, как назвать. Да, да. Ну, она музыковед, но она что-то вскользко сказала, что, короче, есть такой прикол, когда мы видим знакомого человека, первое, что мы делаем, мы поднимаем брови, типа, ааа, привет! Я хоть раз в жизни сказала, что это полезно, что это очень надо. Это может быть не полезно для всех. Для меня это нужно, я хочу, решила так. Что непонятнее. Мне хватает того, что моя мама, мама Славы, вчера тоже мне начала говорить про эти все движения. Конечно, это нормально. Да, я их прекрасно понимаю, но я все равно хочу это делать, и я буду делать. Мама Славы мне такая говорит, вчера, вот, что ты собралась делать с лицом, что ты, что-то, зачем тебе это надо, ты так красивая, ты молодая. Я говорю, да, конечно, я понимаю, да, конечно. Потом я и начала. Знаете, мне кажется, у меня вот этот уровень переубеждения человека и доказать ему то, что я прав... Ну, не то, что я права, а то, что мне это реально надо, но, типа, я так хочу, просто, ну, как бы, можно закрыть тему. Этот вот уровень у меня развит. И я с Славиной мамой вчера говорю, ну, лучше так, чем если бы у вас невестка была с сальной грязной башкой, а по факту она у меня сальная грязная башка сейчас, как из-за чего я излюсь, и с плохим маникюром. Ну, типа, я и начала говорить, что, да, может быть, это плохо, то, что я столько всего делаю, но, с другой стороны, я ухаживаю за собой, как девочка, как могу, как знаю. Можно быть красивой, ухоженной и аккуратной, и при этом ничего в себя не колоть и так далее, но это выбор каждого. Мне вот нравится, когда я вот так вот делаю, у меня нет морщин, вот так вот делаю, у меня нет заломов. Я прям кайпую, потому что я знаю, что мне это добавляет возраста, меня это никак не красит, и если говорить о том, что все люди разные, у меня очень подвижное лицо, и мне иногда кажется, я иногда просыпаюсь, мне кажется, с удивленным лицом, типа, у меня постоянно лоб в напряжении, и вот эта штука, я постоянно вот так сижу, вот так вот, то есть я постоянно в этом напряжении, поэтому у меня очень жесткие были заломы. Потом я злилась, потому что не могла сделать красивые косички, потому что я не умею делать колоски, я пыталась сделать просто обычные косички красивые, их-то я могу сделать, но у меня все равно все выходит, не идеально становится и так далее. Ну, короче, мне это все надоело, я просто расстроилась, ходила, материлась по квартире, плюс мы долго выходили, но в итоге мы вышли, едем, стоим в лютых пробках, обычно до дачи, до той дачи, куда мы сейчас едем, нам ехать час, а сегодня нам ехать час сорок, например. Что еще интересного? На даче происходят какие-то движения, дедушка затеял ремонт, и мы сейчас едем поглядеть, что он там затеял, я точно знаю, что это не в доме, а вокруг дома, мы решили убрать нахрен все эти грядки, потому что когда дедушка жил с бабушкой, и это было в моем детстве, там было очень много грядок, очень много редиски, морковки, клубнички, пирожочки и так далее, но потом дедушка с бабушкой как бы расстались, и бабушка уехала на другую дачу жить, единственное, что у нас есть на даче сейчас, куда мы едем, это газон и деревья, который сажал дедушка, да, там есть какие-то цветочки, которые тоже сажал дедушка, но опять же таки, дедушка не живет круглосуточно в России, в Москве, он переезжает обычно в Грузию, туда-сюда и мотается, поэтому за этим тоже надо следить, а у меня нет на это времени и желания, и возраст еще не подошел следить за ягодками и так далее, и я не знаю, когда он наступит, этот возраст, и вообще хочу ли я заниматься огородными делами, мне и так других дел хватает, поэтому, короче, мы решили нафиг убрать грядки, но, понятное дело, что не все, это было правильным решением, в общем, мы кушаем, уже даже покушали, но я еще доедаю, как обычно, 100 лет, дедушка нам показывает газеты, которые собирала его мама, очень старые, клево, дедуль, а ты их пересматривал? да, я смотрю, еще раз назови кто, где, Молотов, Ворошилов, Берия, Маленков, Булганин, Хрущев, Каганович, Микояна, 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 Четунгод пишет, интересно, да? Да я вот хочу посмотреть. Господи, какие старые газетки. Юрий Владимирович, Андропов, обращение. Андропов, после Брежева, был Андропов. Подождите. После Андропова, был уже, 1921 год, они, милочка, обращаются с Андроповым. Маму вот эту газету сохранила, Московская правда, 86 год. У-у-у-у, мамочки. А там 53 год, мамочки, не хочешь? Мама-джан, После Сталина, ну, Хрущева не было. Горлочевы-то назначили, они как будто бы по шаблону все время говорили. Да. Подписали до города, до города, Смотрели. Руженок, да. А, это так работает, что находит. Судим подписываются. Вин, раньше же интернета не было, все газеты читали, да? Ну, Фрагин говорили, и, видишь? Вот Брежник ушел. Да. Ну-ка, дай, посмотри. Пятница, 1982 год. В чем интересно, да, вот у них шаблон здесь был, они вот, что Брежнев, что Андропов, пишут, дорогие товарищи, коммунистическая партия, понесла утрату, по шаблону всегда. Так интересно, да, посмотреть, как раньше вот это все, все новости, вот эти. генсеки, которые были там. Москва прощается с Брежневым. Обалдеть, ребята, вы представляете? Нет, кто там есть, это политбюро, ты помнишь? Гюречек, ты представляешь? Да. Сейчас посмотрим, кто тут политбюро. Горбачев, Алиев, Воротников, Громико, Зайков, Кунаев, это был, этого, Казахстана, Первый секретарь. Это реально твоя мама сохранила, все собирала? Это я уже. А, это уже ты собирала. Станину собирала. Ничего себе, как так ты сохранил это все? Так, новый день. Ох, надеюсь, этим летом я побольше буду на даче, но пока что не до этого, к сожалению. Вилочка, гуляй. Короче, что здесь изменилось? Раньше здесь было огорождено, и тут как бы были такие, типа, как грядки, там росли всякие цветочки, еще что-то. Вилочка, ты что, свои кайки нюхаешь? Фу, Вилочка, фу, фу кому говорю, Вива. Здесь вообще раньше бассейн был, кто помнит, хотя, когда здесь был бассейн, я еще не была блогером, к сожалению. Такой контент был бы. Здесь вот были у нас грядки. Да. Привет, ребят, сегодня 22 июля, совсем немного остается до нашей свадьбы, блин, 9 дней. 9 дней? А, капец. Я сейчас просто охерею. Я в шоке. Так, получается, ну да, не считая этого дня и дня свадьбы, 9 дней. Чем ближе свадьба, тем больше я нервничаю. Да, это правда, я тоже. сегодня 22 июля, взрываются мозги всех участников, ну как всех этого мероприятия, мой, моей мамы, мамы Славы, Славы. Мы думаем по поводу меню, мы уже придумали меню, но есть всякие разные нюансы, моменты, типа, там, рыбная тарелка нас не устраивает, мы хотим другую рыбу в тарелку и мы собираем из рыбы свою тарелку. Ну, короче, знаете, очень много разных моментов, куча разных просчетов. Так, дедушка звонит. Сейчас мы поедем на садовод. Рассказываю, почему. Я уже в своем телеграме рассказывала, нам нужна либо шкатулка, либо подушка для колец. Так, да, фотоальбом, еще книга для пожеланий нам нужна, красивая, которая останется с нами на память. Нам много лет, потом, возможно, наши дети посмотрят, еще что-то. Ну, короче, вы понимаете, я думаю. И еще, я знаю, что есть красивые папки, обложки для свидетельства о браке, тоже это нам нужно. Еще нужен рушник, так называется, белое полотно для коровая. Его мы тоже поедем туда посмотреть. Я ни разу не была на садоводе, скажу честно. Я просто знаю, что это, ну, это типа рынок, там очень много всего разного, классного, и, возможно, не классного, дешевого, не дешевого, не знаю. Я нашла прикольные вот эти все детали, кроме рушника, в одном инстаграме. Я узнала, что все это красивое, такое классное, будет стоить 16 тысяч. 16 тысяч по меркам нашей свадьбы, ну, это как бы копейки получаются. Но тут копеечка, там копеечка, в любом случае, если есть вариант на чем-то сэкономить, лучше постараться это сделать, потому что и так уже очень много денег у нас потрачено, и уходит, и еще мы потратим очень много денег, потому что у нас еще не все оплачено, можно сказать, вообще у нас, типа, оплачено, не знаю, процентов 30 от нашей свадьбы, ну, типа, предоплата, еще какие-то моменты, потому что понятно, что какие-то вещи оплачиваются, там, ближе к свадьбе, или после свадьбы даже, возможно, не знаю. В общем, да, свадьба это весело, дорого, ну, короче, сейчас, я не знаю, мы сейчас приедем на садовод, посмотрим, что там, как там, еще у нас не куплен алкоголь, садовод, ну, все эти рынки, честно, мечтала попасть на садовод, просто некоторые мечтают в ЦУМ попасть, закупиться там, а я мечтала съездить на садовод, потому что я люблю всякие штучки, дрючки, интересная парковка тут платная, так что посмотрим, найдем ли мы здесь то, что мы ищем, и, конечно же, нам нужны маски. Я в раю. Короче, Юлия Пушман в садоводе. Я здесь закупаю всеми брендовыми сумочками, потом прихожу в ЦУМ, типа, я там все купила. Берешь там пакеты? На самом деле, я просто купила. На самом деле, мне кажется, что и здесь можно купить такие пакеты, даже в ЦУМ мне надо ездить. Да, ну, я просто знаю, что тут Дубровка, там, и так далее, и так далее. Короче, нам нужно найти свадебный отдел. Я пытаюсь погуглить, понять, где он здесь, потому что здесь три этажа, я так поняла, и все эти три этажа просто отойдешь. Вот такое платье мне выглядит. Ну, Луи Виттон. Я думаю, нет. Короче, на самом деле, это просто шок. Здесь столько всего, я офигеваю. Я просто офигеваю. Ого! Капец, сколько свадебных дел! Вон, смотри, короны всяких. Короче, а можно снимать у вас? Да. Спасибо. Не знаю, просто поглядите, сколько стоит. Интересно, сейчас я найду что-то красивенькое. Очень круто. Скажите, а вот такая сколько стоит? Это 4. Ага. Отлично. Офигеть, 450 рублей, ребят. 450. Там еще и свадебные платья, сейчас посмотрим. Я просто в шоке. Я в шоке, у меня восторг от рынка. Ох, ты ж, мама-джа. Зай, погляди. Капец. Кстати, не такое же плохое платье. Короче, мы купили рушник, совет, да, любовь. Золотом покрытый. И коробку для денег, самую, ну как, не самую обычную, конечно, там стразик будет. Вот, а остальное я хочу заказать на сайте. Вы залетели в последний вагон, потому что мы даже не знали, что там вот именно тот свадебный отдел работает до 5. А мы такие, типа, мы уже не свадебные, пошли отсюда. Мы уже не свадебные. Да. А мы такие в 4, в 16.40 приехали, и мне звонит Леха, говорит, а что-то вы как-то прям под конец приехали, в такой смысле. Он говорит, ну они что-то вроде до 5. Слушай, меня достал этот садовод, потому что на сайте написано, что они до 9 работают, а по факту вообще какая-то лажа. Вот, нас надурить хотят. Короче, мы сейчас тут еще погуляем, может, залетим в какие-то еще штучки, где еще не закрыто, хотя я так поняла, что вот только что мы здесь ходили. Нет, на самом деле прикольное место, потому что много всякой-всячиной. Я вообще в шоке, тут даже платья такие симпатичные есть, там за ширмой вообще. Офигеть. Не, ну понятно, может, они не супер дорогие, еще что-то, но это прикол вообще. Ну, в смысле, не супер качественные, может быть. Нету? Там интересно, что они стоят по 500, 400 рублей, 800, а в свадебных столонах по 2, по 3 тысячи, по 7 тысячи. Хотя выглядит тоже самое. Они покупают здесь и продают за 5 раз дороже. Это очень много всяких штук. я считаю, сюда нужно приезжать прямо вот с утра до ночи. Вот тут мы, кстати, тоже, по-моему, смотрели коробки всякие, всякие финтифлюшки. Это все любовь. А, вот эти штуки я знаю для фотосетов. Зенит, невестка. Блин, я очень грущу, что уже все закрывается, потому что здесь супер весело. 10 тысяч платье? Откуда знаешь? Ну, я в ценнику видел. Да? 10 тысяч? Офигеть. Мое стоит много раз по 10 тысяч. Так, когда же я увижу паленые сумки? Гуччи. Ну и ведем. Как ты сейчас седла Диор? Обидно, капец. Ой, сумка, о которой я мечтала. Скажите, пожалуйста, сколько такая сумочка стоит у вас? Круто. Я бы хотела. Вот эта сумка, о которой я мечтала в Louis Vuitton. Здесь стоит 3,500. Короче, все, я так полагаю, что мы выходим на выход. Мы тут, по сути, не потусили. Я из-за этого расстроена, как я и сказала. Я обязательно сюда вернусь и прямо на несколько тысяч... Сидите продолжение. На несколько тысяч часов хочу сюда залететь. Пойдем здесь? Да, здесь, конечно. Куда ж нам еще? Так что, это очень печальная новость. Но зато мы купили что-то, особенно коробку, которая в том магазине, который я хотела. Та коробка, по-моему, стоила 3 тысячи или 4 тысячи. А мы сейчас за 800 рублей взяли. Ну, экономия, как-никак. Мы вроде богатые, но все равно экономим. Все равно нас туда вот приехали. Мы не были бы богатыми, если бы не экономили. Блин, тут очень много классных штучек, дрючек. Какая крутая корова! Зачем она мне нужна, она нравится? На ней просто мы витом. Да, да. Это тебе нравится. Мне понравилось. Так, ребята, новый день. И сегодняшний день у нас вот такой. Мы будем выбирать торт, пробовать. Я очень волнуюсь, потому что я вообще торт не ем, не люблю. Но, что поделать? У нас есть список, что здесь, какое. И нам нужно будет аккуратно пробовать и запоминать. Я тортики люблю, поэтому я буду... С удовольствием. С удовольствием. Прикинь, ты все съел, такой... Я забыла выбрать. У нас есть ручка, которую мы будем здесь, на этом листочке, где подписано название каждого тортика. У нас по плану. Трюфельный торт с вишней, баварский шоколадный, торт с профитролями, морковный, красный бархат, ореховый торт Москва, классический чизкейк, бельпиховый чизкейк, медовик керамильный, мусс, малина, маракуйя, мусс, клубника, манго, ванильный фисташковый торт, малиновый чизкейк, фисташковый профитроли, три шоколада. Они здесь пронумерованы. Они выглядят прикольно. Все такие разноцветненькие. Я вижу, что какие-то из них с орехами уже сразу. Вижу, что какие-то... Без орехов. Без орехов. Я вижу слоеные, корженные, с малинкой вижу, что-то шоколадное вижу. Чего куда тыкать? Так, ладно. Нет, мы начнем с первого. С первого, да? Мы будем выставлять 10-бальные оттенки. Давай, от 1 до 10. Короче, начинаем с первого, который трюфельный торт с вишней. От 1 до 10, где 1, это полный зашквар, 10, это максимальное удовольствие. Мне уже, если честно, не нравится этот торт. Вот я буду что-то брать. Я уже вишню не очень, как бы, люблю в таких произведениях кулинарного искусства. На запах очень вкусно. Ладно, вы знаете, я вообще торт так никогда не ем. Даже на день рождения свой, неважно. Никогда не ем торт, потому что не люблю. Ну, как бы, вот такое, это все приторно для меня. Ну, кстати, я бы могла такое есть. Я вишню не заметила. Она просто добавляет... Она как будто бы немножко горьковатости дает. Нет, горьковатости шоколад может давать. А, может. На самом деле, это неплохой вариант. Неплохой вариант даже, да. Но, может быть, будут лучше. Я... Это, знаете, как кастинг, блин. Типа, ты не хочешь сразу за вашим тортиком. Первым быть плохо, потому что, да, сразу, ну, как бы, десятку ставить... Думаешь, что там будет что-то еще лучше. Десятку ставить как бы не очень продуктивно. Сколько поставим этому тортику? Ну, мне, скажу честно, мне неплохо было. Так, давай, у каждого будут свои оценки, как обычно мы делаем. Я, наверное, поставлю ему, в принципе, ну, блин, пятерку поставлю даже. Ну, как бы, это не зашквар, мне это даже неплохо было. Ты сколько ставишь? Он достаточно сладковатый в целом, и меня это немножечко прям смутило. Но, на самом деле, я не запил чайком. Я думаю, что если запивать чаем... Давай еще попробовать. Что ты думаешь? У нас есть еще? Мы же не все съели. У нас есть возможность. Если запивать чаем, то... Мне очень нравится... Я вообще, в принципе, люблю шоколад. Напоминает, как будто бы, даже мороженое. Вот она, вишня. Она внутри. Мне это уже не нравится, поэтому я поставлю тоже пять. Думал, между пятеркой и шестеркой. Ого. Не, ну шестерка не. Ну, то есть он вкусный, просто вишня меня не очень радует. Ладно, понятно. Так. Вот, что мне понравилось. Плотный бисквит брауни. Вот почему мне понравилось. Я же люблю брауни. Брауни, кайф. Да. За это и пятерка. Так, дальше. Дальше у нас баварский шоколадный торт. Вот он. Трюфельный бисквит, шоколадный мусс на основе бельгийского темного шоколада с прослойкой икру с клиньяна. С паралиней и карамелизованным фундуком. Нифига, ты хорошенько оттепил. Ну, типа норм. Знаешь, реально вот отдает такой карамелькой, как будто бы, ну, как будто бы... Он такой полегче, как будто бы этот рюфель. Да, он полегче заходит, но вот для меня вот этот вариант даже более сладкий, потому что я прям чувствую много карамели, как будто бы послевкусие такое сильно карамельное. Да, он очень сладкий. Мне это очень тяжело заходит. В смысле, он вкусненький, неплохой, но я бы точно не смогла много съесть такого торта. Вот я одну ложечку съела, мне уже пипец просто передоз сахара. Да, очень много сахара. Мне тоже мне это нравится, ну... Ладно, по одному кусочку. А что ставишь? Заяц, как ты сам по себе. Я думаю. Я как знаешь, как... Но это не пятерка, это меньше. Я как троечник на последней партии. Что там? Это третий вариант. Что за ответ? Ну, что? Блин, я, наверное, троечку поставлю. Слишком сладко для меня. Хотя он дошел полегче. Первый вариант был даже поинтереснее для меня по вкусовым рецепторам, потому что мне очень понравился браун. Ставь четверку, погнали дальше. Следующий у нас торт с профитролями. Шоколадный бисквит, нежнейшие заварные профитроли с ванильным кремом на основе маскарпоне. Маскарпоне. Шоколадный мусс на основе бельгийского шоколада. Сколько шоколада! Как будем делить этого штуку? Не знаю. Но у меня почему-то кажется, что вот это самое сладкое во втором номере было, а здесь он весь. Здесь он весь, да. Ну, давай вот так. То есть, вот этот вот коржик. Так, номер три. Он мне вообще не нравится. Следующий идет морковный торт. Классический морковный бисквит с грецкими орехами и корицей. Блегченый, сырный, сливочный крем. Блин, морковный торт меня пугает. Я хочу морковь. Не, не, не. Морковный торт вкусный. Просто, мне кажется, они не очень, типа, свадебные. Может, я в чем-то ошибаюсь. Знаешь, свадебный, мне кажется, вот этот свадебный, это, который у нас красный бархат. Обычно на четыре свадьбы такой едят. Не, морковный торт можно было на днюху, знаешь, если у тебя было там лет 15. Не, не нравится вообще. Праздником не пахнет. Господи, я на всю мою жизнь столько тортов не ела. Сколько сейчас? Красный бархат у нас впереди. Угу. Мне кажется, у меня даже не с вареньем будет сегодня. Из-за количества тортов. Ну, все, по всей тарелке этот мир. Да, блин, неудобно просто. Ну, рукой берешь и делаешь. А еще я очень сильно не люблю, на самом деле, пофиг, что я люблю, что не люблю, потому что я все равно не буду есть этот торт. Вот в чем сложность, поэтому Славяно мнение сегодня в тортах будет решающим, поскольку я вообще не знаю, что люди любят. Ладно, красный бар. Ну, я тоже не могу отвечать за всех людей, буду говорить так, как я считаю. Мне нравится, в принципе, он получше, чем морковный, но... Намного лучше, чем морковный. Но... Мне знаешь, что не нравится? Вот я люблю вот эти части, если есть торт, но вот эти части. Коржовые. Коржовые, да. я терпеть не могу. Сливки. Вот сливки, это у меня сразу точно, у меня нету никакой непереносимости лактозы и так далее, или проблемы со сливками, но для меня это сразу вот какое-то вот, как будто тяжесть в животе я сразу чувствую. Не знаю, я такое не очень. Я поставлю двойку за корж. Корж был хороший. Но для меня это слишком... Ну, я тоже двойку поставлю, мне не нравится такое. Дальше у нас ореховый торт Москва. Ореховый Дакуа. Дакуа на основе рубленого фундука, карамельника. Рубленого. Рублевского. Или рубленого. Блин, чай кажется таким, как будто там нет сахара. Я просто в чай себе сахар взяла, потому что я всегда с сахаром, и после вот этих всех сладостей как будто вообще нет сахара. Слишком много сахара. Да? Ну, вообще, в целом. Так, ну, спрёпаю. Ну, это тоже не свадебная тема. Это так, с бабушкой посидеть. Ну, да, за чайком, типа, вообще так. Вот, кстати, такие мне нравятся. Вот в нём не чувствуется сильно много притерности, но это, мне кажется, не свадебный вариант. Хотя почему нет? Давай. Поставлю три. Даже нет, два так же, как и красный образ. Ни о чём. Скажу честно, мне это мне понравилось. Это как пирожное какое-то. Но это не свадеба, мне кажется. Не, не свадебный тоже. Сколько ты ставишь? Два. Мне по вкусу понравилось, поэтому я поставлю три. Для меня это будет самый лайтовый вариант торта, потому что он не показался мне таким сладким. Он более ореховый мне показался. Торта. Так много съедаешь. Половим тебе, половим мне. Вообще-то он уже слоёный. Видишь, здесь раз слой, два слоя. Я не буду так много набирать белого слоя, потому что я знаю, что это сливки какие-то. Так, следующий наш вариант, седьмой уже торт, классический чизкей. Ванильный бисквит, классический невыпеченный, невыпеченный чизкейк. Чизкейк тоже не для свадеб. Я не люблю чизкейк. Два. Слишком много сахара? Да, мы уже, мы только половину прошли, а меня уже немножко поташнет от этой хрени. Мы можем поставить остаток на потом. Блин, я боюсь дальше идти, потому что там идет облепиховый чизкейк. С классических чизкейками не зашел, там сейчас будет облепиховый чизкейк, просто, ну да, по башке, с сахарем. Медовик карамели мне очень интересно. Я люблю, кстати, из тортов, вот все, что могу сказать, тортов. Да. Я не прочь медовика, и мне очень в свое время нравился киевский торт. Потому что вот именно, вот они не такие сахарные, как будто бы, хотя медовик, казалось бы, да, должен быть, но вот легче мне захотело. Блин, мне так... Держись, казак, а там она будешь. Господи, за столько муссов пойдет, аж три подряд после медовика. Мусс, малина, маракуйя, мусс, мородина, ваниль, мусс, пубника, манго. О, Боже, еще мариновый чизкейк. Три шоколада. У нас пока первый торт реально лучший. Мы уже попробовали семь. У нас еще восемь. Перекур. Вот эта вот оранжевая штучка посередине, облепивая, которая, покажи свою ложечку в камеру. Вот тут, видите, оранжевый кусочек? Вот он как, не то что жвачка, но он с такой тверденькое желе. Мне не нравится такое, скажу честно. Мне нравится его сочетание с шоколадом. Здесь все-таки основа типа бисквит. По вкусу норм. По вкусу очень необычно. Я даже поставлю двойму четвертый. Медовик карамельный. С удовольствием пробую. Это то, что я хотя бы знаю. Ты просто много не ешь, ты очень много ешь, зай. Так сдохнешь. Посмотри, сколько беру я, и ты берешь целую ложку, прям половину этого куска. Чтобы полностью насладиться вкусом торта. Но я люблю медовики. Я тоже люблю. Он как будто отдает горчинкой. Да, ему даже показалось, что горчинка есть. Какая-то прям. Есть какая-то горчинка, да. Ну а где, почему он горчинка с горчинкой? Здесь не написано, что он должен быть горчинкой. Может, это из-за деревенской сметаны? Крем на основе деревенской сметаны. Ну, не знаю. Ладно, дальше. А, надо поставить. Скажу честно, я не думала, что мы уже 16 минут сидим и пробуем 9 тортов. Мне плохо, я хочу сделать перерыв. Славе сейчас надо будет уехать по делам. Не сдаваться. Я не могу больше есть, для меня это очень плохо, прям очень тяжело. Для меня столько приторного и разных вкусов. Хочешь, сделаем перерыв? Ну, давай поставим оценку 9 медовику. Медовик классный, но с горчинкой. Ну, не могу я ему поставить прям супер оценку, ну, не могу. Как бы я не любила медовика, но мне придется, наверное, я ему поставлю 3 с плюсом. Не могу я ему поставить 4 или 5. Я ему 4 поставлю. Мы делаем перерыв до непонятного момента, пока это все не уляжется, потому что мне реально плохо. Наше новое включение спустя, не знаю, мне кажется, часов 5. Мы, наконец-то, созрели для того, чтобы продолжить. Мы остановились на 9 торте медовик карамельный. Сейчас у нас будет очень много муссов, я прям волнуюсь. Мусс с малиной маракуйя. Экзотический мусс из маракуй. маракуйи. Ванильный бисквит йогуртовый мусс малина с ягодами. М-м-м-м. Кстати, ничего. Приятный вкус. М-м-м. Прям неплохой вкус. М-м-м. Просто мне кажется, что это похоже на десерт. Я не знаю, почему. А торт это или десерт? Ну, торт для меня это торт, а десерт это, знаешь, типа такой какой-нибудь панкейк или типа панна-котта, вот что-то типа такого. Ну да, на панна-котту наверное похоже. Да. Вот это похоже вообще. Из-за малины. из-за... Малинного ракуйя. Вот это вот... Из-за ле. Типа желе. Ну, это мусс, ванильный бисквит. Ну, вкус неплохой. Вообще вкусный. Но, такое как будто, знаете, как будто бы бисквит брауни помощнее себя заявляет. Типа, я торт, ешь меня. Вот, да. Тоже в голове, что... А это такое, как будто более легкое такое. Как будто бы даже так не насыщаешься. Он такой прям очень легкий, воздушный. Может быть, это неплохо, но он полегче. Но мне понравился вкус, скажу честно. Я думаю, будет не очень. Но я пока все равно, типа, отдаю предпочтение брауни. Поэтому я ставлю четверку. А ты сколько? Он вкусный. Че, я просто не могу сориентироваться, что мне сейчас поставить. Но поставлю четверку тоже. Я четыре с плюсом поставила, вот как скажу. Так, ты уже второй попробовал? Следующий? Я разделила. Мусс, смородина, ваниль. Одиннадцатый. Ванильный бисквит. Мусс, смородина с ягодами. Мусс ванильный с карпанами. Вот так он выглядит. Три слоя. Слой, типа, корж, слой с ягодой и слой с каким-то... Ну все же я перечислил, короче. Я не могу такие большие куски, как Слава пробует. Но он похож на предыдущий, прям вообще, опять. Просто немножко дает другой ягодой. Да. Я поставлю тройку. А ты? Так же, член. Так, следующий мусс, клубника, манго. Лимонный бисквит, легчайший мусс из свежих ягод клубники, прослойка из клубничного кули с кусочками ягоды и персика, мусс, манго на основе итальянской меренги. Господи, да, это у нас 12. Ну да, так про него и написано. Единственный минус брауни, нашего первого, который понравился, то, что он полностью черный и при разрезании он будет просто полностью как будто бы черным с коричневым. А у некоторых тортиков, которые мы здесь пробуем, у них есть прям новых цветов. Очень нравится. Очень вкусный, очень разный, какой-то насыщенный вкус. Оно так тает во рту прикольно. Да, хороший. Но не сломается ли наш торт, если сделать такой грубо говоря низ? Что он настолько мягкий или как жилеет такое? Мама сказала, что можно разный ярус разным этим сделать. Просто в любом случае какого-то торта будет меньше, какого-то больше. Ага, кому как, повезет. Мы же все равно всем не угодим, в том-то и суть бессмысленности этого теста. Не, ну почему хотя бы попробовать, какой нам больше всего нравится? Но это только мы для нас делаем, получается. Потому что я не предполагаю, что я этим выбором кого-то удивлю. То есть кому-то определенно понравится, кому-то вообще не понравится то, что мы выберем и как бы это нормально. Поэтому я бы реально сделал несколько слоев из разных этих. Можно подумать об этом. Какую оттенку ты ставишь? Пять. Хорошая оттенка. Так, тринадцатый торт это ванильный фисташковый торт. Фисташковый декуась на основе молотого ореха фисташки, баварский ванильный мусс с добавлением белого шоколада, прослойка из малинового кули. Кули, джейнер. Кстати, что мне у него нравится, что он не очень сильно приторный, в принципе, как и предыдущий, который мы пробовали, но мне не дошло. Он как будто масляный больше. Не дошло. Двойка. Но он не приторный, вот что мне нравится. Мне надо закидать чай. Правильно. У нас осталось два последних тестера. Фух, я думаю, будет сложнее. Просто первые торты были как-то тяжелее заходили, как будто. Они были более приторные. То, что у нас осталось напоследок, они полегче. Вот этот приторный тоже. Так, 14-й торт. Малиновый чизкейк фисташковые профитроли. Фисташковый бисквит, малиновый чизкейк профитроли с нежнейшим фисташковым кремом. Очень сладкий, зараза. Ну, ты просто еще куски огромные берешь. Ну, простоват, но вкус неплохой. Как будто бы я сейчас торты полюблю. Я поставлю ему тройку. Простоват, но по вкусу на самом деле они все вкусные. Потому что они все сладкие. Ну, какие-то больше сладкие, какие-то меньше сладкие. Нет, есть у нас тут варианты, которые мы единицы поставили, но в целом они все ничего. Они все вкусные, потому что сладкие. О чем мы говорим? Просто есть какие-то предпочтения больше, да, типа кто-то больше брауни, кто-то орешки, кто-то это. Но в целом они все сладкие. Это на самом деле нереальный какой-то выбор, нереальная задача, потому что я вкус пробую, все, Я с удовольствием бы все это, если бы мне принесли вот отдельно это, или на другом мероприятии это, или на другом это, я бы с удовольствием это съел. Вот в чем, сука, сложность. Ты оценку поставишь? Да, три. И у нас последний торт, три шоколада. Ванильный бисквит, классический мусс из трех видов бельгийского шоколада, белого, молочного, темного. Он выглядит, кстати, очень миленько. Да, очень миленько выглядит. Типа белый слой, бежевый, коричневый и корж, я так поняла, белый. Ну, вот как бы придется мне тоже нормальный кусок пробовать. Да, покажи свой, у тебя лучше видно. Вкус шоколадного мороженого. Мне так подалось. Мне надо бывает шоколадное мороженое, прям вот точно такой вкус. Только это торт. Мне понравился этот торт, потому что я люблю, в принципе, шоколадное мороженое и не против. Но это торт. Я ему поставлю... Пятерк. Мне понравился. Ладно, я ему тоже поставлю пять. А теперь время подсчетов. А что считать? Тут и так видно. У нас есть любимчики. Первый и последний. Можно было все это не пробовать. Сухо. Мы поставили оба по пятерке на первый торт и оба на последний по пятерке поставили. Столько проб, столько мучений, столько приторного и сладкого. И надо же еще так совпасть, что тот, который понравился, был первым и последним. Чтобы вот все, что было в середине, нам пришлось попробовать. Что самое интересное, что между ними общего? Шоколад. Яркий оттенок шоколада. Я так скажу, у нас есть возможность, потому что я не ем огромные куски, как Слава, попробовать заново кусочек первого. Он такой, как будто бы я ем дорогую конфету, которую подарили нам на какой-то правильной домой, знаешь? Такая шоколадная, дорогая конфета. Мне просто сам торт нравится в целом по структуре, по вкусу. Вишне не очень сильно выделяется. Но она немножко добавляет, что радует. Но если бы она была более яркая, ясная, тогда бы у меня вообще отторвать. Ну, это... Ну, мы не можем, даже если предположить вариант... Короче, нам нужно выбрать первый фаворит, точно. И, например, еще один или два варианта, если возможно, мы сможем их добавить тоже в наш торт просто на другие ярусы. Но, понимаешь, в чем суть? Нам понравился первый шоколадный и последний шоколадный. Ну, мы же не можем тоже, как бы, делать все шоколадный. Ну, понимаешь, типа, в чем суть добавлять еще один шоколадный, если у нас и так один шоколадный. Ну, они разные все равно. Ну, да. Есть просто это ясный шоколад, чоколад. Здесь он все-таки немножечко такой разматривает. Ну, он как мороженое, я думаю. Я не знаю. Мне надоело все это. Я хочу сказать, честно, я устала принимать решение и делать какие-то выборы, от которых зависит, что-то там понравится, гостям не понравится. С одной стороны, мне так пофиг. Это на самом деле нормально. Все организационные моменты, они все предполагают выбор. Ну, давай вот возьмем этот шоколадный брауни первый. Все. Но я бы, на самом деле, сделал один ярус такой, один ярус такой. А если у нас четыре яруса, например? Это уже на мнение кондитера, как будет удобно. Ну, как они, чтобы стояли там, не разваливаться. И как раз этот дополняет этот, понимаешь? То есть есть логика. Просто очень много шоколада там получается. Ну, у нас шоколадная свадьба. Ну, тебе очень понравился вот этот мусс Клубника Мага. Мне, кстати, он тоже понравился. Да, но он тебе не понравился на пять. Но мое мнение можно не особо сильно учитывать. Ну, да, я как бы по вкусу вкусно, но я не спец в тортах. Я тоже нет. Ну, ты их просто больше ешь и чаще ешь. Ну, я... Ты знаешь, какие они бывают, когда вкусные, когда невкусные. Поэтому он же у нас не будет чисто черный. Ты же понимаешь, его сверху будут чем-то поливать. Он же у нас будет белый. Да хоть зеленый. Нет. Имеется в виду, что когда люди будут отрезать кусок торта, они будут пробовать то, что мы выберем отсюда, и еще то, что будет на попке у них какой-то крем или глазурь, который они будут перекрывать цвет торта в любом случае. Мы не знаем же, какой там будет крем и будет ли он дополнять. Но, с другой стороны, шоколад... Любой крем шоколад дополнит в любом случае. Если он будет нейтральный какой-то по вкусу, то шоколад, он дополнит. Ну, пан-пан-пан. Я думаю, что мы определимся, и какой у нас в итоге будет торт, узнаете на свадьбе. Не, я предлагаю сделать выбор вот шоколадный торт. Не нравится? Мне нравится. Ну, кайф, а что ты? Ты просто говоришь, что ты не хочешь делать выбор, я за тебя делаю выбор. Ладно. Все. В общем, ребята, на этом я хочу закончить этот влог. Он был долгий, конечно, из-за того, что мы пробуем, но, возможно, для тех, кто будет готовиться к свадьбе, готовиться к свадьбе. Мы читали все названия, говорили, что входят в эти кусочки. То есть, грубо говоря, вы слышали даже наше какое-то мнение по поводу тортов, которые, возможно, вы когда-то будете выбирать для своей свадьбы. Надеюсь, это было интересно. Очень надеемся. Всем пока. Пока! Спасибо, что смотрели!